Добрый день, уважаемые телезрители! Героев нашей сегодняшней передачи, пожалуй, объединяет один факт – все, а не трое, проработали в Брянском театре 40 и больше лет. Но не только этот факт объединяет их. Наличие в их семейных архивах, театральных архивах вот такого удостоверения военного билета. Или удостоверения участника Великой Отечественной войны. Сегодня мы расскажем вам о трех замечательных, некручинных, радужных человеках, которые прошли всю Великую Отечественную войну. Разведчиках, красноармейцах, партизанах. А после войны они пришли на работу в Брянский театр и отдали нашему Отечественному театру около 40 лет своей деятельности. А каждому из них своя история. А начну я ее с заслуженного артиста Российской Федерации, кумира в Брянской послевоенной публике Николая Петровича Лисовского. Будучи весьма востребованным актером, Николай Петрович Лисовский все-таки изредка жаловался на свою актерскую судьбу. Дескать, всяких там Тристанов, Теодоров сыграл вдоволь. А вот в русской классике так режиссерами задействован и не был. Но Николай Петрович несколько лукавил. В пьесе Льва Николаевича Толстого «Бешеные деньги» он замечательно сыграл роль Митрича и очень доволен был своей работой. А по мне лучшими театральными работами Лисовского в Брянском театре были работы, связанные со сказками. Он замечательно играл «Добрейшей души бабу-ягу». Еще лучше он играл хороводного, большого, могучего, с большим мешком Деда Мороза. И бьюсь за вклад, что лучшего Деда Мороза с тех пор, как он исполнял эти роли в Брянске, нет и, наверное, не будет. Помню, когда в новогодние праздники здесь устанавливалась городская елка, я любил подкрадываться к Деду Морозу, который исполнял роль Николая Петрович Лисовский, и тырить из его мешка мандарины, пока он не замечал этих преступных деяний с моей стороны. Тогда он отводил меня в сторонку и тихо на ухо мне, не выходя из роли Деда Мороза, говорил «Иди отседывай, а то я мамке расскажу». И я тут же, тут же удалялся. Зрители-дети, это да, это были лично его зрители. Вот это надо было понимать, что они приходили к нему. Вот именно к нему он любил сказки, играть в сказках, заражать зал, чтобы они с ним общались как можно больше. Даже играя Бабу-Ягу, он старался делать так, чтобы дети не испугались, что смотрите кино о Бабу-Яга, или тут вот она Баба-Яга, сейчас их в капусту изрежет. Нет, он сделал такой выход, чтобы они не бежали. Боялись? Ну нет, не так боялись. Естественно, взрослому послевоенному зрителю Николай Петрович Лисовский был больше по душе, когда появлялся на сцене в военном мундире или, скажем, в шинели. Ну, приблизительно так, как он играл роль в этой форме начальника НКВД спектакля Николая Погодина «Аристократы». Стройному, всегда подтянутому, бывшему красноармейцу, контрразведчику подобный прикид военных всегда был к лицу ему. Просто он шел. Особенно тот прикид, в котором он выходил на сцену, в знаменитом, знаковом спектакле для Брянска «Эхо Брянского леса», где он играл роль командира партизанского отряда. Всем актерам и всем, кто приехал на гастроли в Москву со спектаклем «Эхо Брянского леса», зрители устроили буквально феерический праздник. В здании Колизея, где сейчас работает театр «Современник», пришли партизаны Брянских лесов и партизаны, приехавшие из Белоруссии. Полтора часа длился антракт. Люди праздновали и отмечали события выхода этого спектакля на столичную сцену. Ну, а после спектакля всех актеров и их гостей, которые вышли на чистые пруды, задержал наряд милиции. В ту пору, послевоенную пору, жители столицы были очень бдительные и вызвали наряд милиции, видя, что актеры и вышедшие из театра люди обнимаются, целуются, празднуют что-то. Но вскоре все стало на свои места, и наряд милиции довез наших актеров и руководства театра до гостиницы. В военные годы Николаю Петровичу Лисовскому просто необычайно везло. Однажды он просто чудом вышел живым из-за стенок вражеской контрразведки. А такой же контрразведчик, как и он, вручил Лисовскому пулю из собственного пистолета. Дескать, вот такая будет у тебя в виске сидеть, если мы с тобой еще раз встретимся. Так, ну откуда было знать немецкому офицеру, что у Лисовского агентурная кличка как раз и была пуля. В другой раз пуля попала Лисовскому в хряч, а ногу не задела. Вот в этом бою они были как раз своим товарищем, того ранило в плечо. Но в ходе боя два этих товарища так и не разобрали, кто куда был ранен. Так вот нас на одной ноге, раненого товарища в плечо дотащил на одной ноге до медсамбата. Через какое-то время после госпиталя еще одно ранение. То ли снайпер, то ли меткий стрелок уродил Лисовскому прямо в челюсть. Пуля прошла насквозь. Пока нашего героя сегодняшней передачи везли в медсамбат, рана затянулась, кровь остановилась. А потом хирург, делавший операцию Лисовскому, смеялся. Ты что, Николай Петрович, во время ранения, когда тебе пуля в рот угодила, ура, кричал. Помню, в первые два десятилетия после войны главным атрибутом или главным реквизитом у актеров Брянского театра были вот эти вот пистолеты, алюминиевые кружки, автоматы, доставшиеся театру после войны. И все это главным образом, потому что театр, особенно художественную часть, возглавил художник Иван Семенович Григорьев, бывший красноармеец, разведчик. И теперь он стал главным художником театра. В эти же годы поставлены им два замечательных спектакля о войне и о победе, которые называются «Барабанщица» и спектакль Юрия Михайлика «И один в поле воин». Ну, а призвали уроженца города Клинцов Ивана Григорьева в Красную армию за два года до начала Второй мировой войны. Ну, а два месяца до ее уже точно начала, он должен был уйти на так называемый дембель. Но, естественно, ни о каком дембеле в ту пору и не могла идти речь. А зачем штаб? Там объяснят зачем. Штаб-то в штаб. Ну, а в штабе решили быть старшине Григорьеву разведчиком и направили его в авиационный полк разведки, используя его навыки в рисовании, фото и киносъемке. И вот бывший художник, в настоящий момент старшина роты, летал на старенькому У-2 и фотографировал тыловые укрепления противника, особенно по вечерам. А за годы войны ни одного ранения, ни одной царапины, только боль. Душевная, правда, боль. В 1942 году на его имя, в авиационный полк, пришло сообщение. Вроде Клинцах, прямо в центре города, пришедшие немцы расстреляли всю его семью, супругу и двухлетнюю Аннушку. И никому ни слова в полку. У всех своя беда. Война идет. Горе у тебя когда-нибудь было, Лопахин? А у меня и сейчас есть горе, а что? Что-то не видно по тебе. А я свое горе на выставку не выставляю. Казалось бы, все начало складываться по уму правильно. У бывшего разведчика Ивана Григорьева после войны вернулся в свой любимый театр. Поставил в качестве главного художника театра несколько спектаклей. И вполне удачных спектаклей. Начали и риктоваться те события, которые произошли с его семьей в 1942 году. Казалось бы, в стране и в городе наступил мир. Живи да радуйся. Однако, все в его судьбе могло измениться в одночасье. Причем весьма кардинарно. При подготовке очередной первомайской демонстрации в городе Брянске на колонны Брянского театра, на фасад, как правило, вывешивались портреты вождей мирового пролетариата. И вот это вывешивание должен был координировать, руководить этим вывешиванием этих портретов. Главный художник, который эти портреты и рисовал. Он и координировал действия рабочих театра. Однако, нелепый случай вмешался в события подготовки праздничной демонстрации. Художник не учел размещение, очередность этого размещения портретов вождей мирового пролетариата. Ну, скажем так, кого повесить слева, ну а кого из них с бородой или с усами справа. Из кутузки художника, к счастью, вытащил его друг-друг семьи. Такой же красноармеец в военное время, да еще к тому же партизан. Секретарь горкома партии Федор Александрович Костин. Ну, на этот раз все, к счастью, обошлось. И еще один курьезный случай произошел с Иваном Семеновичем в Ростове-на-Дону, где он в середине 60-х годов работал главным художником местного театра драмы. Сам театр и город жили в преддверии показа нового спектакля. По пьесе Михаила Александровича Шолокова они сражались за родину. В тот день и автор, и первые северо-кома партии, что очень важно, находились в зале. на первом ряду. Естественно, никто из них двоих не мог даже себе представить, что по ходу спектакля вот там, оттуда, в задней части сцены появится настоящий гусеничный немецкий танк и остановится буквально вот здесь, на новом сцене, в орхестровке. Рядом с нашими гостями, первым северо-кома партии Бондаренко и лауреатом новецкой премии Шолоху, я был свидетелем той тишины, которая воцарилась в зрительном зале после этого выезда танка и видел, как с первого ряда встал небольшого роста мужчина, удивительнейшим образом внешне похожий на самого несчастного художника. Он держал руки в карманах, потом вытащил их, посмотрел на сцену и спустя минуты-две зааплодировал. А курьез этой истории как раз и заключался в следующем, что ни город Ростов, ни область в течение трое суток не могла определить местонахождение двух человек, лауреата. Государственные ленинские пони дважды герои социалистического труда и скромного художника, поставившего спектакль «Они сражались за Родину». Ну, кто-то говорил, что их вместе видели в станице Велшинской. Но вот сама пресса, ростовская пресса, об этом не говорила ни слова. После войны вместе с Иваном Семеновичем в Брянский театр пришла на работу и устроилась театр его супруга, Лина Гавриона Тарасова, по совместительству «Моя мама». Вместе с Иваном Семеновичем они служили на Украинском фронте, в Юго-Западном фронте, освобождали Прибалтику. Прибалтике они освобождали, да, углов, пилс, такие города крупные, латвийские города, Ригу, Резекне, освобождали Таллин, эстонский, Тарту и Пярну. После этого она 30 лет проработала в Брянском отделении Всероссийского театрального общества, когда он в таком названии существовал, а после реорганизации также являлась секретарем Союза театральных деятелей и проработала в Брянском театре на этом месте более 30 лет. Разведчицей в железнодорожных войсках 16-летняя Алина Тарасова стала как-то весьма просто, ну, скажем так, со звонком о начале Великой Отечественной войны. Просто пришла в военкомат и вместо заявления «прошу принять», она так и сказала военкому «пишите мою фамилию». Пишите, пишите. В ее родном, Богородской Вольковской области, расположенном, кстати, среди замечательных, чистейших прудов, почему-то называемых местными жительными болотами, всегда было много молодежи. А на двух кожевенных заводах работали, в основном, девчата. Так сложилось. И вот потом, когда война началась, девчонки, 16-летние девчонки, как Лена Гавриловна Тарасова, вместе, целыми заводскими бригадами, приходили записываться в Красную Армию. По команде бегом, руки согнуты в локтях. Бегом, марш! Такую красоту и под нож не жалко? Ничего. После войны новые вырастут. Когда это будет, дожить бы. Доживем. Куда денемся? Ей немного не повезло. Где-то в середине войны, под Великими Луками, она получила серьезное ранение в ногу. И уже, скажем так, в среднем возрасте она без тросточки, палочки не обходилась. Хотя во всех мероприятиях, связанных с освобождением города Брянска от немецко-фашистских захватчиков, она непременно участвовала и никогда не отказывалась. В гости к себе ее приглашали в свое время многие трудовые коллективы в Брянском. И она никому не отказывала, она бывала. Но особенно любила приходить в гости к своим добрым и родным железнодорожникам. Кстати, железнодорожники не забывают о Ленгаврине Тарасовой и по сей день. Он меня отведет. Создавая этот небольшой уголок воинской славы, мы прежде всего хотели, чтобы к нему не ходили с троем. Здесь не нужны слова, нужны только память. Такая с комочком в горле. Простая человеческая память. Память о героях, которых уже с нами нет. Таких, как Лина Гавриловна Тарасова, Лебедев Иван Яковлевич. Мы перед ними в долгу. Только один раз в своей жизни мама решилась побывать в местах, которые она освобождала во время Великой Отечественной войны. К сожалению, и ее любимый, и мой, и также любимый Таллин на тот момент переживал некую стадию борьбы и кровопролитную стадию борьбы с памятником бронзового солдата. Случайно став участниками очередного митинга по поводу переноса бронзового солдата в другое место, мама как-то неожиданно задала мне вопрос. Слушай, а почему они нас так ненавидят? Ну и задачку задала лучшая разведчица мне. Пытаясь уйти от прямого ответа, я предложил маме сходить в один из магазинов и купить кусковой сахар, который она так любит, когда пьет чай. Ну еще в современной Великой Отечественной войне. Но пройдя не только один, а несколько магазинов, мы в Таллине не нашли ни одного магазина, где бы он продавался. Вот этот самый кусковой сахар. Более того, продавцы даже не знали, о чем идет речь. Что такое кусковой сахар? А ответ на мамин вопрос все-таки нашелся со временем. Но, к сожалению, чуть-чуть позже, чем этого хотелось. Во время ее похорон на Аллее Славы в городе Брянске собрались многие ее друзья, коллеги по театру, соседи. Мои хорошие, добрые помощницы, одноклассницы. А рядом я заметил стоящую чуть поодаль пожилую женщину в платочке. А в руках она держала вот такую пиалочку, наполненную с горкой кусковым сахаром. Как, оказывается, все просто. Если нас где-то еще не любят, то сами виноваты. Мы не научились пить чай с нашим любимым кусковым сахаром. Но надо признаться, что и у нас в России кусковой сахар с каждым годом становится все больше и больше леткостью. Как, в принципе, и те, кто любит пить чай с сахаром, кусковым сахаром, в прикусочку. Я не прощаюсь.